Добрый день дорогие друзья, с вами Лестер и мы продолжаем проходить игру Ходячие Мертвецы. Как вы помните, мы закончили проходить первый эпизод и сейчас переходим ко второму. Что ж, я думаю вы помните чем закончился первый эпизод. Мы остались жить в этом отеле, правда у нас отключили электричество. И судя по анонсу второго эпизода у нас еще возникнут явные проблемы с едой, появятся какие-то бандиты. Ну что ж, давайте посмотрим как мы будем с ними справляться. Вот я жму играть второй эпизод, он называется В ожидании помощи. Я не буду нажимать продолжить, я начну с самого начала, так как я немножко поиграл в него, не для записи, просто посмотреть нормально ли он установился. Так как я когда устанавливал первый эпизод, второй еще не вышел на русском и мне пришлось его, скажем так, доустанавливать в игру. И надо было посмотреть, перед чем записывать, хорошо ли там все установилось, то есть сохранились ли мои сейвы с первого эпизода. Так как вы помните, все как бы действия, которые мы совершали в первом эпизоде, они переносятся во второй, то есть как бы их последствия. Поэтому нужно было посмотреть, все ли корректно там загрузилось, скажем так. Ну что ж, нажимаем главы, выбираем глава 1 лес и нажимаем играть. Посмотрим, что же нас ждет, потому что я играл буквально минут 5, наверное, из второго эпизода, специально чтобы не посмотреть никаких спойлеров, как дальше проходить. И все. Так, да, пускай переходим к этой контроль-точке, пускай остальное все удаляется. Опять нам пока запись. Игра будет адаптироваться под ваши решения, история будет развиваться так, как вы решите. Что ж, это отлично. Так, ну и что? Черный кран. А, вот слышно, все. Я так понимаю, смотрите, у нас уже наступила осень, как я понял. Так как уже, смотрите, видите, да, листья желтеют, начинают опадать. Вот, и вот наш герой Ли, собственно, видите, уже в куртке такой, то есть утеплился, и кто-то жрет перед ним. И 3 месяца спустя нам показывают эти события, то есть прошло у них 3 месяца, и пора ударить ходячего топором. Топор у нас остался, мы его, как помните, забрали из мотеля рядом с зомби, которого прибили машиной, и херанули. Сейчас кого-то уже сразу убили, прям сразу в бой. Так, вот этого хера я не знаю, кто это такой. Черт, и что у них на этот раз? Вроде бы кролик. Ну вот, опять мы остались без еды. Что ж, я был прав, у них явный проблем с едой. До сих пор не понимаю, не могу поверить, что мы съели все за 3 месяца. Казалось, еды так много. 3 месяца, конечно. Может, тебе не стоило делиться с нами? Ага, тогда бы я сам уже был едой, и уж поверь, я не жалею. Значит, он к ним позже пришел, вот этот в очках. Так, кролик едва ли сгодился для еды, Марк, но я бы съел его, мы ведь голодны. Так, надо запомнить, его Марк зовут. Хорошо. Когда я ночью случайно взял паёк Карли, я думал, она оторвет мне руку. Ну а хер ли ты полез-то воровать? Мы все на пределе, не обращай на неё внимания. Никак не обращай, я в принципе недоволен того, что он подворовывает. Да, ты прав, хотел бы я знать, сколько еды у нас осталось. Спросили или недостаточно? Давайте скажем, что мы справимся с этим совсем. Мы справимся. Может быть, знаешь, не все рады тем, как Лили распоряжается пайком. Лили это дочь Ларри. Лили понимает, что в первую очередь нужно кормить взрослых, чтобы они были в хорошей форме. Иногда это значит, что кто-то остается голодный. Думаешь, Кенни больше повезло, чем нам? Надеюсь на это. Да, в мотеле наступили тяжелые времена из-за нехватки еды и постоянных разборок между Кенни и Лили. Знаешь, Кенни говорит, что собирается уйти, если сможет починить фургон. Я бы с ним с радостью вмахнул, если честно. Кенни нас не бросит, у него семья... Не, давайте скажем, что он нас все-таки не бросит. Кенни нас не бросит, он хороший человек. Посмотрим. Я не обвиняю его, слышал, как Ларри на него наехал вчера ночью. Что хочет этот старик? Похоже, у него и с тобой какие-то проблемы. Да, с Ларри у нас... Вообще-то нас убить хотел, бросить там, в аптеке, чтобы нас загрызли. Он думает, я опасен. Я не знаю, он просто заботится о дочке. Дай скажу, что он опасен. Я думаю, он опасен для группы и Клементины. Думаю, он единственный, кто опасен для нас. Лили так беспокоит о его здоровье. И не удивлюсь, если она отдает ему больше пайка, чем другим. Я точно думаю, что Ларри пускай сдохнет. Я знаю, Лили считает, что он слабый, но этот парень прям гора мускул. Бульдозер ходящий, сука. Не хотел бы я остаться с ним один на один в запертой комнате. Разве он не бил тебя по лицу? Я аж упал. Слушай, правильно еще раз говорю. Помните, как он херанул, мы аж упали и встать не могли. Если бы не Кенни, мы бы там и остались, нас заели в этой аптеке. Так. Голубь. Или кто это? Ворон вроде, да, не голубь, это ворон. Что ж, чувак, давай, я надеюсь, ты его посредишь. Так, не надо будет громко, сможешь попасть. А вот, кстати, не знаю, стрельнуть или нет, потому что могут зомби сбежаться. Нет, давай, скажем, не стреляй. Не будем рискать, не надо. Выстрелить привлечет ходячий. Одна птица этого не стоит. Я вот тоже так думал. Ладно, было бы какой-нибудь кабан или еще. Я знаю, просто я очень голоден. Чувак, потерпи, потому что я думаю, если сейчас выстрелил бы. Ох ты, кто-то там кричит. Блядь, это Кенни? Не знаю, идем. Слушайте, если это Кенни, то херово. Потому что Кенни реально хорошему жить, тем более у него есть фургон. Я надеюсь на нем смотаться, я уже говорил. Отсюда, потому что, видите, еды тут нету. Так, слушайте, чуваки бегут. Но я надеюсь, реально Кенни... Это не Кенни. Какой напряженный момент. А-а-а-а! Кому-то прям реально плохо. Так, нет, это не Кенни, это вообще, я не знаю, кто это. Такие какие-то ученики какие-то, потому что, смотрите, на них формы школьные. Ну, такие походные. Боже мой, вот черт. Нет, не убивайте нас, мы просто хотим помочь учителю. Потом уйдем, клянусь. Да, как видите, да, у них такие походные. В американской школах есть такие походные формы. Так, снимите его. А вот и Кенни прибежал. Снимите, черт, побери, смотрите, как он в капкан попал. Охереть, у него много... Тревес, может, они помогут нам? Может, те же парни, что напали на наш лагерь, мы еле смогли сбежать. Мы вас не тронем, кто напал на ваш лагерь. Давайте скажем, мы вас не тронем, успокаивать будем. Все хорошо, мы вас не тронем. Ребят, успокойтесь. Не слушай их, Бен, пожалуйста, дайте нам уйти, мы не опасны. Остынь, парень, мы пытаемся помочь вам, так что заткнись нахуй. Вот реально, все херово ли, нужно помочь им. Прошу. Бен, заткнись, мой отец служил в спецназе, я знаю, что делаю. Пошел ты нахер, мудак. Вытащите его, после... Можете оставить нас здесь, не имеет значения, пожалуйста. Ну что ж вы так орете? Мы попытаемся, давайте попытаемся. Нужно вытащить его. О боже, спасибо. Что я считаю, надо помочь человеку. Ладно, но поспеши, не бросать же их тут. Это же будет полный крах. Так, давайте, пошла, сохраним. Прошу, быстрее, быстрее. Ох, все, проблемы сгущаются над нашими головами. А, лип, как он переделан, здесь нет затвора, а вот это херово. И кто его, кстати, поставил, мне интересно, явно не мы. О, нет. Я так понимаю, приближать... О, вот и пиздобратья вся к нам шлется. Блядь, ходячая, сейчас или никогда ли? Пожалуйста, вытащи меня. У меня здесь еще в голову эту ногу рубить. Присматриваю за парнями. Кенни, держи ходячих подальше от меня. Единственное, что, ей надо рубить ногу, и даже нехер думать тут. Давай-ка бьем. Давай, руби. Потому что капкан, это по-любому топором не осили. Боже, ты что делаешь? Придется отрубить ее. Нет, нет, нет. Сделай что-нибудь с капканом или еще что-то. Нельзя ничего сделать, я вот уверен. Нехер думать даже. Давай. Херак. Возможно, я немного опрометчиво поступаю, но... Давай, чувак, быстрее, пока... Это же для твоего блага, почему-то игра глючит. Охренеть. Давай, чувак, потерпи еще последний раз. Оооо. Ли, быстрее, давай, чуть-чуть осталось. Последний раз рубануть, по-любому. Давай, добивай. Все. Охренеть, чувак, ну терпи теперь. Все, надо его уносить. Или что, он умер? О, боже. Блядь, он... Он потерял сознание. Давайте, уносим его. Нехер думать. Так, а если... Он еще жив, хватайте его и уходим. Потому что капканы все это разместят. По-любому, мы не открыли. Давайте, чуваки. Поднимайте его. А то, смотрите, как они... Нас прям на гоне. Все. Пацаны, текаем. И ты тоже беги с нами. Сзади. Трэвис. Мы идем, нам пора. Что, парни заели? Охренеть. Чувак, ну что ж ты спотыкаешься? Помогите. Нет, походу все. Да, чувака заели и... Капец. Охренеть. Слушайте, эпично начинается второй эпизод. Я даже не знаю, что лучше было бы оставить того старика и забрать с собой парня. То есть, помочь ему сбежать. То есть, двоих как бы взрослых подростков привезти, чтобы которые нам помогали. Или еще вот этого коллегу теперь с собой тащить. Что, шер знает, но я не знаю, я сразу сказал, что я не буду пытаться там что-то с капканом крутить. Сразу лучше ногу отрубануть. Это вот первое, что мне в голову пришло. Так, эпизод жажда помощи. Эпизод второй. Да, действительно, жажда помощи страшнейшая у нас тут. Потому что тяжеловато, по-любому видно, ребятам справляться. Смотрите, даже разруха какая-то, реально, конец света наступил. Но он, в принципе, тут и наступил в игре. Вот даже Клементин, уже видно, немножко подросла девочка. Хотя, все равно еще маленький ребенок. Ну, как бы три месяца прошло, тоже не особо много. Но, вроде, никто не погиб, даже очкастый пришел к нам на помощь. Да. Явно дела у нас не лучшим образом обстоят. И Ларри еще не сдох, это тоже плохо, конечно. Потому что я, еще раз говорю, я хочу, чтобы он помер. Так, там что-то как будто... Она туда, видите, смотрит, явно что там происходит. Но я так понимаю, мы оттуда сейчас выбежим. То есть, это не зомби, это мы бежим. Так, какая напряженная пауза. Так, типа, свистнула девочка и сказал, перестань. Но я говорю, сейчас мы по-любому выбежим. Не мог же ходящий повалить, и нас тут нет, и они тут начнут разбираться без нас. Да, открывать ворот, у нас раненый. Черт, что они делают? Так, я не понимаю, почему игра-то начинает подглючить. Но явно она подгружается, боже мой. Охренеть. Я, в принципе... Какого черта, разве что происходит? Нет времени объяснять. Ли, ты в порядке? Положите его на ПК, я посмотрю, что можно сделать. Так, боже, Кен, я Ли. Какого черта, мы не можем приводить сюда новых людей? О чем вы думали? Он бы умер, если мы его бросим и бросим одного из них. Я думаю, что мы скажем, что он умер бы. Нет, я хочу знать, почему вы решили, чтобы привезти сюда людей, которых нужно кормить хорошие идеи. Он бы умер, если бы мы его бросили. И что? Мы не совсем... Мы не несем ответственность за каждого голодавшего, выжившего, который мы встретим. Нам нужно сосредоточиться на нашей маленькой группе, которая здесь и сейчас. Мы подождите, мы даже не поговорили с этими людьми, может, они смогут чем-то помочь. Да ладно тебе, Лили, они люди, люди, которые пытаются выжить, как и мы. Нам нужно держаться вместе, чтобы выжить. Мы взяли тебя только потому, что у тебя была еда, которой хватило на всех нас. Но эта еда почти закончилась, и ее осталось только на неделю. И не думай, что вы, ребята, принесли продуктов, не так ли? Эээ, нет. Ладно, тогда ругайтесь, ребята. Добро пожаловать в семью, парень. Пойдем, посмотрим, что я нарисовала. Правильно, уведи его отсюда. Слушай, уходи, парень, реально, просто пойдем, ладно? Знаешь, тебе нравится думать, что ты лидер этой маленькой группы, но... Мы можем принимать решение не сами, здесь не твоя... Диктатура, блядь, понятно? Ой, да ладно, ты это драматизируешь. Слушай, всегда... Все всегда превращает в ссору между вами, я не хочу... В ней участвовать. Эй, я не просил быть лидером этой группы. Все были счастливы, когда я... Кенни прав, ну... Слушай, Кенни прав, что она командует? Если бы вы счастливы... Блядь, я даже читать не буду. Кенни прав. Да ты раздаешь еду и составляешь расписание, но ты не можешь командовать людскими жизнями, поняла? Ты шмара долбанная, блядь. Серьезно? Ты не права, Ли, сделал... Ли сделал выбор, конец. Если вам не нравится, вообще, уходите отсюда. Че вы... Слушай, Катя предлагает этого парня, вы можете выбросить их отсюда. Выбросить их отсюда одним... Мне тоже все равно. По крайней мере, они заслужили шанс сражаться с ходячими вместе с нами, ты поняла, блядь. И, кстати, Кенни хотел бросить этих людей. Если бы Кенни достал голову из жопы хотя бы на 5 секунд, он бы понял, что я принимаю эти решения, чтобы защитить его. Его семью надо просто-напросто не хватить еды нам. Понятно? Я не видел, чтобы вы принимали трудные решения. У моей девочки яйца больше, чем у всех вас вместе взятых. Она че, гермафродист, что ли, блядь? Папа, пожалуйста, почему бы тебе не помочь Марку с оградой? Тебе че-то не нравится, уходи отсюда. Че ты недовольна оградой? Тебя никто тут не заставляет че-то делать. Пиздуй в лес и все. Знаешь что, если думаешь, что так хуёво справляюсь с этой работой, делай ее сам. Че, еду шалю мне разносить? А че, официантка, что ли? Ну ладно. В принципе... Вот вся еда, которая у нас сегодня есть. Ты решаешь, что я сегодня съест. Нет, серьезно, бери еду, я начинаю раздавать. Теперь сам поймешь, каково это, если еды недостаточно всем. Слушай, ну ладно. Ладно, сейчас я все раздам. Окей. У меня все-таки мозги побольше, чем у этой бабы из ВВС. Так, у нас 4 порции еды на десятерых голодных людей. Что ж. Окей, знаете, сначала я не буду, помните, вот этот Марк, как его зовут, говорил, то, что она в первую очередь кормит взрослых. Но я сейчас в первую очередь покормлю детей, потому что, скажем так, им все-таки тоже больше помощь нужна. Взрослые должны о себе сами как-то заботиться. Выходить в лес, в конце концов, искать еду по лесу, бродить, как мы это делаем. А дети, они же не могут уйти в лес. Ну, в принципе, могут, но... Блин, очень большая вероятность, что они погибнут. Поэтому я в первую очередь сейчас покормлю Клементину, потом Дага, ну и дальше как получится. Как ты, Клементина? Нормально. Где твоя кепка? Я не знаю, поможешь мне найти ее? Конечно. Конечно, когда ты ее потеряла? Пару дней назад она еще была у меня. Я обещаю, если не найду, я отдам тебе знать. Поди, Ларис, тырил. Спасибо. Хорошо, Клем, я должен кое о чем позаботиться. Иди немного поиграй с Дагом. Хорошо. Так, давайте начнем. Сначала ее покормим. В первую очередь. Я думаю, это все поймут, никто не будет против. Вот, Клем, тебе нужно поесть. Так, отдать половину яблока, кусочек вяленого мяса, крекер с сыром. Давайте крекер с сыром дадим. Все-таки яблоко это как-то... Яблоки, насколько я знаю, и по опыту, собственно, узнают, потому что они только аппетит разжигают, а вяленое мясо, что ли, ребенку дают. Давайте, крекер с сыром. Вот, держи. Ладно, пусть лучше в следующий раз это будет мороженое. Хм, ну да, если найду, буду иметь в виду. Если у тебя еще есть еда, то Даг тоже голоден. Конечно, я его накормлю. Ага, мы раздобудем еще еды. Так, давайте теперь Дага покормим. Эй, Даг, кушать хочешь? Давайте тоже крекер дадим и съесть. Да, тоже крекер с сыром дадим. Ребятам раздадим крекер с сыром. О, елки-палки, я такой голодный. Чувак, ну кушай, молодец. Так, давайте... Нет, с этим парнем попозже, тем более он новенький, к нему сразу лезть не будем. В смысле, что-то там кормить или еще что-то. Давайте с ней поговорим. Хочешь есть? Давайте яблоко дадим. Сешь яблоко, Карли? Боже, раньше я каждое утро ел яблоки с мюслями, с шестью миндалинками, мне это казалось мало. Хотя, знаешь что... Давай. Да бери, на. Не, не, трудно. Так, оставить последнюю порцию еды для себя. Сохранить последнюю порцию для кого-то еще. Знаете, я ее оставлю для себя, потому что я тоже голодный, я рискую. А кому там? Лили, вот эта дочь Ларри, это вообще говнище. Раз не хочет еды распоряжаться, я ей еды тоже не дам. Ларри, да я наоборот хочу, чтобы он сдох. Вот этот вот там Шон, или как вот этот в очках, он в принципе сам в лес со мной уходит, он тоже еды может раздобыть. Потом Кенни с его семьей, да бог с ними, я сам хочу есть. Тут я себя с вами тоже нужно поддерживать свои силы. Вот я так считаю, немножко эгоистом побуду. Все, оставили, иду себе. Окей. Того, что как бы мне тоже надо кушать, я живой человек. Все, я все раздал. Не такая же и простая работа, а? Сейчас эти поди на меня там смотрят, падлы. Че таки, че ты башкой трясешь? И че? Не поделился я еду, и все. Я не завидую тебе, я не знаю, как ты справляешься этим каждый день. У меня нет выбора. Ну ладно. Ли. Кенни, я знаю, у меня кончится еда прежде, чем... Эй, это был трудный выбор, но ты позаботился о детях, так поступает настоящий мужчина, вот я тоже так думаю. Спасибо, Кенни. И все же, думаю, кто-то не будет доволен твоим выбором. Еда кончилась? А что случилось с моей едой? Ну ща, подожди, посруй, поешь. Если будешь так относиться к людям, твои дни в этой группе сочтены. Ну, может, выясним это? Не болтай столько, старик. Да, что ж, я не видел, чтобы кто-то еще работал над оградой. Слушай, че-то не нравится, уходи отсюда, че ты тут выебываешься, мудак. Скорее бы он сдох, я вот реально ненавижу. Так, что ж, ладно, ребятки, с едой мы тут пока разобрались. Я считаю, я и себе еду оставил, еще как бы героям прослыл, потому что, видите, меня похвалили. Я думаю, на этом первый ролик второго эпизода «Ходящих мертвецов» прохождения мы закончим. Увидимся мы немного попозже, узнаем, что будет у нас дальше. Я еще сейчас потом поговорю с ребятами, которые там остались, узнаю насчет ограды, я уверен, это можно сделать. Так что пока на этом я свой ролик, запись заканчиваю. Что ж, с вами был Лестер, до новых встреч, увидимся в следующих роликах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова